Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал снова. Меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео мы сделаем старую добрую распаковку новой косметики из Sephora. И в этой коробке находится самая горячая, самая интересная косметика, которую можно найти на Sephora, из которой мы сегодня сделаем макияж. И первое, что я взяла в Sephora, это вот такой стик от бренда Merit. А это новый бренд относительно в Sephora. Он не очень дорогой, и при этом отзывы у него уже на этот бренд, они прямо такие хорошие-хорошие. Что мне показалось очень интересным, этот стик заменяет вам и тон, и консилер, и мне показалось, что он очень напоминает мне новинку от Marc Jacobs, Coffee Shot, консилер-тон также. Мне показалось, что это будет гораздо лучше попробовать, потому что это что-то новое, новый бренд. Новому бренду гораздо больше всегда интереса, как мне кажется, и к тому же у Marc Jacobs не очень прям такие хорошие отзывы были. Это первое, что мы сегодня будем пробовать с вами. Дальше я взяла пудру от Cosas. Я ни разу не пробовала в жизни этот бренд. Я слышала, что у них очень-очень хорошие бронзеры со вкраплением блесток. Это, кстати, тоже запеченная пудра, так же, как и бронзер, вот, правильнее сказать. О, очень действительно минималистичная выглядящая упаковка. Мне нравится, что я вижу. Конечно, я не могла пройти мимо румян от Tower 28 или Tower 28. У меня они в оттенке After Hours. У них вышло три новых оттенка, и я взяла самый, ну, такой темненький. Больше как ягодный оттенок. Не смогла пройти мимо новой туши от Benefit. Эта тушь очень привлекла меня тем, что в составе этой туши имеются магниты, которые способны сделать так, что ваши ресницы будут настолько длинными, насколько они изображены на картинке. Очень впечатляет. Уже не терпится пробовать. Это смешно, но я не покупала ни разу ничего из помад от Nars. Это бальзам, но он в матовой форме, что очень интересно, потому что обычно бальзамы, они все имеют такой, как, блестящий финиш в себе. Мне кажется, это очень интересный продукт. Попробовать его сегодня для нашего макияжа. И также я взяла хайлайтер в стике, также от бренда Merit. И этот хайлайтер у нас в оттенке Champagne, который уже, кстати, out of stock, его уже нету в наличии в Sephora. И получается, это все, что мы сегодня будем тестировать и о чем сегодня говорить будем также. Мне будет очень приятно, ребят, если вы поддержите меня лайком или комментарием, или если подпишетесь, это будет наилучшей поддержкой для того, чтобы этот канал развивался и цвел дальше. Но мы не будем задерживаться, и давайте начинать. Поехали! И первое, с чего я хочу сегодня начать, это будет основа в стике от бренда Merit. Что меня очень сильно удивило, или, ну, обрадовало, я бы сказала, это то, что сделан продукт этот в Корее, что очень здорово значит то, что продукт может быть очень таким легким. И, кстати, у меня этот стик в оттенке Cream. Оттенок описывается как светлый с теплым подтоном. И мы можем ожидать от этого стика покрытие от легкого к среднему с естественным финишем, заменяя вам и консилер, и тон. Посмотрите на эту упаковку, как она смотрится все-таки дорого. За ту цену, которую я заплатила за этот продукт, а именно 38 долларов или 2817 рублей. Это очень и очень красивый дизайн. Что мне очень нравится, это то, что вы можете выдвинуть столько продукта, сколько вам нужно, и потом обратно задвинуть этот стик. Что мне иногда не очень нравится в стиковой форме тонов, это то, что они имеют свойство быстрее заканчиваться, чем жидкие. Допустим, у меня стик от Huda, которым я пользовалась частенько. У меня там осталось буквально столечко, немного. Я надеюсь, что этот оттенок подойдет мне, потому что я выбирала основусь на своем старом оттенке от Nars. Вроде бы он подходит, кстати. Возможно. Я возьму кисточку от Red Beauty, чтобы растушевать это все. Вау, ребят, это супер естественный финиш, то есть как будто бы у меня нет макияжа на лице, слово вообще. Если вы сравните две мои части лица, на этой у меня есть макияж, на этой нет, то можно увидеть, что это как моя кожа, только лучше. Потому что вся краснота ушла куда-то, так понимаю, если у нас будет второй слой, то тогда это все будет просто идеально смотреться. Пока хочу сказать точно, что я в большом восторге, насколько хорошо и красиво это смотрится. Мне кажется, эта основа будет идеальной основой на каждый день. Я прям даже вижу, что мои руки тянутся именно к этой основе, вот мерят. Если бы я сравнила это с худой, то этот тон, он гораздо более такой легкий, может потому что он сделан в Корее. Вообще даже ничего не чувствуется, что у меня на лице что-то есть. Это потрясающе. И сделаем уже, конечно, вторую часть нашего лица. Это запаха, опять же, у этого тона нет, что очень классно, если вы не любите запахи в косметике. Мне кажется, этот стик подошел настолько хорошо моему оттенку кожи, что я бы дала этому стику 10 из 10, просто потому что это, наверное, самая идеальность, которую я пробовала в жизни. И так как это еще и консилер два в одном, то есть это и тонный консилер, давайте нанесем это на зону под глазами. Смотрим, что из этого получится. В принципе, он ложится неплохо на зону под глазами, но не самый такой прям лучший вариант. Мне кажется, что использовать его именно как тон это лучше всего, потому что мне не нравится, как он ложится с такими небольшими комочками. Возможно, потому что я делала сегодня патчи под глаза. Это как-то взаимодействует с составом этого тона. Дайте мне знать, ребят, как вы думаете, вот есть ли такое чувство у вас, что у меня как будто бы нет никакого макияжа на лице в плане именно тона. Как будто бы это моя кожа. Я хочу еще немножко нанести этого тона, чтобы скрыть небольшие такие следы от воспалений. Вау, как он классно подстраивается под кожу и как он просто стирает все то, что у вас имеется на коже. Недостатки какие-то, поры не подчеркнутые. Они, ну, они в принципе так же и видны, как обычно. Я, если честно, понимаю теперь, почему люди ставят пятерку этому тону. И вот так у нас выглядит, конечно, этот тон мерит на нашем лице после двух или даже трех слоев продукта. Смотрится все просто шикарно. Мне кажется, это даже чуть получше, чем худо, потому что это более дает такой натуральный эффект, натуральный финиш. И без использования даже праймера какого-либо продукт просто смотрится шикарно и ложится тоже. Кстати, сейчас я поняла, почему, возможно, он у меня крошился в зоне под глазами. Потому что я нанесла крем терапраймер от хороших молекул бренда. И, возможно, это стало причиной этому. Тон ничего не подчеркнул, ни сухость, ничего такого, поры не выглядит, как кратер. Еще, кстати, я напишу обязательно внизу в инфобоксе, как этот тон ведет себя в течение всего дня, чтобы понять, держится ли он хорошо или плохо, разъедается ли он или нет. Кстати говоря, сейчас я дотрагиваюсь до него руками, и, конечно, у меня на руках имеются отпечатки этого средства, что, наверное, нормально, потому что обязательно нужно использовать все-таки пудру, когда вы используете любые тона на самом деле, неважно, это стик, это жидкость, чтобы зафиксировать тон и чтобы он где-нибудь не отпечатывался, по сути. Дальше мы попробуем мои любимые румяна от Tower 28, у меня они в оттенке After Hours. Эти румяна я просто обожаю, если честно. У меня есть их румяна в оттенке Magic Hour, и можно видеть, насколько я их люблю. Я использую их почти каждый день, когда я делаю какой-нибудь, знаете, такой естественный макияж, то есть можно видеть, да, что я ими очень и очень хорошо пользуюсь. Tower 28 вышли недавно с тремя новыми оттенками в их коллекции румяна, которые, кстати, можно использовать еще и на губы, но большинство людей все-таки используют их именно на щеки. Я взяла оттенок, который называется у нас After Hours, и этот оттенок описывается у нас как нецелованная солнцем ягода. Очень здоровское описание, как мне кажется. Смотрится оттенок таким глубоким, я бы сказала, конечно, если сравнить это с Magic Hour, это 100%. Да, можно видеть, насколько они оба разные. Стоили эти румяна 20 долларов у нас, что, в принципе, обычная цена для румян вот этого бренда. Что я обожаю у формули от Tower 28, это то, что их румяна в кремовой форме, они не дают никакой липкости, то есть вы нанесете их на щеки, и бум, у вас через сколько там, 2 минуты уже все высохло в такую как пудру, и все. И это смотрится супер естественно. Ну что, давайте посмотрим, как это будет смотреться. Вау, это очень пигментированный оттенок. Оу, боже мой. Можно видеть, насколько быстро оттенок переходит из такой желейной формы, кремовой формы, в просто красивый такой естественный идеальный цвет. Я добавила еще чуть больше этого пигмента на щеки. Мне кажется, смотрится это очень красиво и очень естественно. Конечно, при желании это можно достроить до прям такого яркого, ягодного румянца. Это, наверное, больше такой, знаете, оттенок для тех, у кого более глубокий оттенок кожи, или для тех, кто хочет немножко выделиться и взять вот такой более интересный оттенок ягодный. Вот так смотрится румяна на наших щеках в оттенке After Hours от Tower 28. Мне нравится, что я вижу. Я считаю, что это реально очень такой, знаете, освежающий оттенок румян. Нравится ли вам, как смотрится этот оттенок, или вы больше предпочитаете классику, а именно оттенки вроде такого перстикового? Пишите в комментариях. Теперь давайте перейдем к пудре от бренда Cosas. И у меня эта пудра в оттенке Feathery, что означает, что эта пудра не слишком такая прям светлая, но и не слишком темная. Именно что-то посередине. Пудра эта стоила 34 доллара. И эта пудра обещает так, что она сделает все, но при этом не будет ощущения, что у вас на лице вообще что-то есть. Понимаете, какая классная игра слов. Что мы можем видеть в этой пудре? Экстракт бамбука, экстракт пэшнфрута и также китайский пион. Вау! И я была в шоке немножко, но оказывается, эта пудра делает все то, чего мы ожидаем от пудры. Она минимизирует поры, она делает так, что морщины становятся едва заметны. Также не будет у вас никакого жирного блеска и кожа будет просто идеальной такой матовой, но в хорошем смысле этого слова не прям чрезмерно матовой, понятное дело. Я обожаю пудрой сейчас и, наверное, самая лучшая пудра, которая была мною недавно куплена, это пудра от Рианы. И я ей пользовалась частенько, но та пудра, она может делать так, что у вас прям лицо будет супер выглядеть кейки. Она может дать селушение. Надеюсь, что эта пудра этого не даст. Цвет, мне кажется, мой, по крайней мере, это выглядит очень даже подходяще, как мне кажется. Я возьму кисточку свою от Ruffer. Нанесем это на зону под глазами. Я даже ничего не чувствую, если честно. Пудра эта действительно не ощущается на лице, а ощущается только такое какое-то шелковое прикосновение кисти моей. Мы забыли, кстати, про хайлайтер. Надеюсь, это будет нормально. Пользуюсь сначала пудрой, а потом уже хайлайтер. Я даже не вижу, что оттенок он как-то не подходит или слишком желтый. Нет, мне кажется, он все-таки сливается с кожей и идеально подошел он опять же на ура-ура. Вторая удача за это видео уже. Я нанесу немножко этой пудры на зону, где мы нанесли наши румяно-кремовые. Очень интересно посмотреть, насколько поры будут сужаться, если я нанесу ее на них. Не могу сказать, что мои поры как-то магическим образом исчезли, но да, они не так хорошо заметны, как они были заметны в начале, мне кажется. И еще я точно вижу, надеюсь, вы тоже заметили, это то, что жирный блеск с лица, он прям полностью исчез. То есть, получается, эта пудра, она реально работает. Давайте попробуем теперь наш хайлайтер в стике от бренда Merit. Вот так выглядит упаковка, очень опять же все минималистично, красиво. Мне нравится, что я вижу, это факт. Упаковка уже другая, то есть, если стиковая основа наша была в темно-серой, то это у нас уже белая упаковка. Мило. Хайлайтер этот стоит у нас 30 долларов или 2224 рубля. И, к сожалению, этого оттенка уже нет в наличии, что, в принципе, имеет смысл, потому что это самый популярный оттенок, как мне кажется. Оттенок шампанского, оттенок, который идет всем. Я тоже обожаю оттенок шампанского. И этот хайлайтер описывается как невидимый увлажняющий хайлайтер, сделан для дневного ношения. И он сделает кожу сияющей, придавая ей влажное, приятное сияние без блесток. Видите вы, ребята, или нет, но этот хайлайтер, он выглядит интересно, как будто бы он запеченный, не так ли? Если наша основа была сделана в Корее, то хайлайтер сделан этот в США. Окей, давайте посмотрим, как он будет работать. Мне уже не терпится. На Sephora написано, что этот хайлайтер у нас без блесток. Я вижу вкрапления небольшие у самих блесток, мне кажется. Первое впечатление мне нравится, что я вижу. Это действительно такой, знаете, естественный, суперестественный блеск, который смотрится красиво и подобающе для дневного ношения. Я не вижу, что он делает так, что основа как-то сходит, например, или румяна стали менее видны. Хотя мне кажется, румяна они 100%. Да, вы знаете, ребята, о боже мой, да. Этот хайлайтер, он сделал так, что теперь даже румяна они не видны, по сути. Это очень странно и интересно. Видите ли вы, что как здесь это выглядит, щека, и как здесь без хайлайтера. То есть, какой интересный очень блеск у него. Он может выглядеть очень сильно. Если посмотреть на него, например, с этой стороны, прям вау, вот это блеск. Но при этом он не слишком смотрится, знаете, таким вызывающим, я бы сказала. Реально настоящий влажный блеск. Это правильное описание. Он дает хороший влажный блеск. Немножко нанесем на нос, конечно же. Без этого никуда. При желании я точно чувствую, что его можно достроить до прямо-таки супер-супер сияющего эффекта. Но мне кажется, он определенно сделал так, что румяна они как-то немножко исчезли. Их стало... Они стали гораздо менее очевидными на лице. Поэтому это нужно иметь в виду. И, наверное, наносить сначала этот хайлайтер, а потом уже румяна. Таким образом, это будет смотреться чуть лучше, интереснее. И румяна никуда не убегут. Ребята, дайте мне знать, что вы думаете. Мне кажется, это красиво. И это тот блеск, который ты хочешь увидеть, когда ты собираешься куда-то идти днем на работу, на учебу. Да, это красиво. Есть ли в этом хайлайтере что-то уникальное, чего я раньше не видела у других брендов? Окей, наверное, когда я смотрю на этот блеск, ко мне приходит слово естественность, минимализм. Дотрагивая сейчас до этого хайлайтера, я чувствую, что он отпечатывается. То есть, он будет отпечатываться, скорее всего, на вашем телефоне. Получается, это не самая фиксирующаяся формула, как, допустим, формула у румяна Taro 28. Поэтому с этим, наверное, нужно быть аккуратным. А так, хайлайтер, он реально красивый, и мне он понравился. Теперь, наверное, можно нанести чуть больше пудры, чтобы был этот эффект матовости. Потому что я знаю, что мои многие зрители не любят, когда лицо сияет. Особенно вот здесь. Типа как блин сияет, понимаете? Дальше предлагаю попробовать ту самую нашумевшую тушь от Benefit с магнитной силой. Я не знаю, не уверена насчет того, порвала ли она TikTok или YouTube. Но я видела много отзывов об этой туши. И, насколько я помню, она понравилась очень многим. Потому что она дает прям реально такой хороший эффект объема, удлинение на 36 часов. Это гибкая, легкая по своей текстуре. И также она очень легко должна позволить вам достроить ваши ресницы до нужного объема, что очень здорово. Тушь обещает не растекаться и не отслаиваться в течение всего дня. Насчет упаковки, ребят. Упаковка это, наверное, то, что всегда отличает Benefit от всех остальных брендов. Они наглядно показывают, что ага, вот это то, что вы получите. Это тот эффект, который вы можете ожидать от этой туши. И на обратной стороне также нам наглядно показано, как эта тушь работает. Вау, это смотрится красиво, я бы сказала, в стиле Benefit. Стоил полный размер 27 долларов. Однако вы можете приобрести и половину этой туши за 15 долларов на сайте Benefit и также на Alty и на Sephora, откуда я покупала ее. Ну что, давайте пробуем ее. Я сейчас вас приближу. Пахнет она, как обычная тушь, в принципе. Давайте начнем с нашего первого слоя этой туши. Я, кстати, сделала стрелки, если вы заметили, чтобы глаза выглядели чуть более выразительно. Щеточка чувствуется достаточно такой жесткой. Я не могу сказать, что она супер мягкая и супер приятно ощущается. Это первый полноценный слой. Пока что, мне кажется, особо не видно никакого результата. Хотя, может быть, и видно. Может быть, вы видите, что ресницы стали гораздо более пушистыми. Сейчас можно видеть уже, что ресницы приобретают такой хороший пушистый эффект. Они разделены, они удлинены. Ну что, разница очевидна, как мне кажется. Тушь действительно сделала взгляд гораздо более открытым. Глаза сразу стали гораздо более выразительно выглядящими. Это реально смотрится красиво. И чем больше я достраиваю, тем больше я вижу, что они прям реально удлиняются. И мне нравится, что я вижу. Мне кажется, не нужны накладные ресницы, когда ты используешь эту тушь, потому что в них нет необходимости. Представляете, ребят, только сейчас обнаружила. Оказывается, на упаковке здесь можно увидеть прямо-таки магнит, что очень мило и здорово. Конечно, не настоящий это магнит, это просто пластиковый магнит. Но это очень интересная задумка, не так ли? Вот так выглядят у нас наши реснички после многочисленных слоев туши на них. И мне нравится, что я вижу. Мне кажется, эта тушь будет идеальной тушью на те дни, когда, допустим, вы хотите, чтобы ваши ресницы выглядели супер пушистыми, очень длинными, пышными, поднятыми вверх. Вот. И вы не хотите использовать, например, накладные ресницы, потому что это, я считаю, хорошая альтернатива накладным ресницам. Эффект, он действительно налицо, да. Насчет щеточки. Мне щеточка показалась интересной. Она очень такая жесткая, и она делает свое дело, а именно делает ресницы такими, что они как будто бы не ваши, как будто бы это искусственные ресницы, но не ваши. И последнее, что мы сегодня попробуем, это будет матовый бальзам от NARS в оттенке Unrestricted. Это розовый нюд. Мне нравится пуховка, на самом деле. Она смотрится красиво. Стоил такой бальзам у нас матовый, 28 долларов. И тадам! Вау! Слушайте, у меня ни разу не было ни одного продукта для губ от NARS, поэтому я в большом восторге попробовать его. Красивый оттенок, надо сказать. Упаковка этого бальзама, она чувствуется такой, как металлической, но это пластик, это пластиковый. Хоть она и смотрится по-люксовому, на деле из-за того, что этот продукт не имеет в себе никакого веса, он не чувствуется таким люксовым в руках, понимаете? Этот бальзам должен показаться нам матовым на губах, что очень интересно, потому что все бальзамы, которые я пробовала, они не матовые. Вау! Первое, что я почувствовала, когда я использовала этот бальзам, это очень такой приятный сладковатый аромат. Второе, это текстура. Текстура у этого продукта, она невероятно такая мягкая, что-то вроде вельветовой текстуры помад от MAC, но по-другому немножко это все-таки чувствуется. Я так полагаю, это больше как помада с увлажняющими эффектами, чем бальзам. Ну, мне кажется, бальзам не назвали это просто потому, что это звучит интереснее, типа бальзам матовый для губ, понимаете? Давайте посмотрим, как этот продукт будет вести себя при поцелуях. Он отпечатывается очень даже легко и просто. По текстури, по формуле, по тому, как это все чувствуется на губах, 10 из 10 я вдала этому продукту. И вот такая у нас была распаковка косметики с последующим ее тестированием. Мне понравились, наверное, все продукты. Это продукты, которые реально заставили меня сказать, вау, большинство из них. Итак, первое, с чего я хочу начать, что мне, ну, не очень прям понравилось, скажем так. Это хайлайтер от бренда Merit в оттенке кава или оттенок шампанского. Это неплохой хайлайтер, на самом деле. У меня, кстати, мне кажется, даже к нему волосы не прилипают, что очень здорово. Но мне немножко не понравилось все-таки то, что благодаря этому хайлайтеру румяна, они благополучно растворились почти. То есть даже не видно, что у меня на лице были какие-то румяна в красивом, очень ягодном оттенке. То есть, да, если бы я это знала, конечно, я бы сначала нанесла хайлайтер, а потом уже кремовый румяна. Обычно, когда ты используешь все лицо кремовыми продуктами, начиная от румян до хайлайтера, как правило, мало что должно конфликтовать друг с другом, потому что это одна и та же формула. Но этот хайлайтер сделал так, что румяна, они немножко поменяли свою яркость. И мне, наверное, не очень понравилось это. Буду еще пробовать его разными способами, разным нанесением. Но вообще этот продукт, он интересен, наверное, потому что это новый бренд, этот цвет. Это очень красивый цвет, который подойдет всем, я уверена. Недаром этот хайлайтер уже раскуплен в Сифоле на момент снятия этого видео. Будем пробовать еще. Блеск понравился мне определенно, очень, естественно, красиво. Мне понравилось то, что этот хайлайтер, он конфликтует с кремовыми текстурами. И не очень понравилось также то, что это средство, оно оказалось более мягким, чем я этого ожидала. Конечно же, мне очень понравился тон в стике от бренда Merit. Я считаю, что это тон, который сделал так, что мое лицо стало выглядеть лучше, чем когда-либо. Я не думаю, что я использовала когда-либо тона в стике. И они заставили сказать меня, вау, когда я увидела, как это смотрится на лице после нанесения. Я не вижу никаких несовершенностей на своей коже. То есть, настолько этот стик, он скрыл это все. Ну, плюс, конечно, пудра. Супер классно. Я, конечно, напишу, как это все будет в течение всего дня смотреть. Очень редко мне удается подобрать тон, который будет подходить к моей коже. И это случилось, и я очень рада. Мне часто такое происходит, особенно, когда ты покупаешь что-то онлайн. Как бы я описала этот стик по действию на вашу кожу? Это то, что он сливается с вашей кожей почти сразу, когда вы начинаете его растушевывать. И то, что кожа не выглядит ни слишком сияющей, ни слишком матовой. То есть, это тот идеальный финиш, который, мне кажется, понравится всем. Если вы любите такой не слишком сияющий, не слишком матовый финиш, то этот стик тогда вам точно понравится. У меня он, кстати, был в оттенке Cream. Далее румяна от Tower 28. Мне они понравились. Я считаю, что это очень красивый, уникальный оттенок, ягодный. У меня этот оттенок называется After Hours. И мне кажется, это очень интересный оттенок, ягодный. Он идеально будет, как мне кажется, опять же, на более холодное время года. Смотрится интересно, наносится очень хорошо, как и все, в принципе, формулы от Tower 28. Но мне почему-то кажется, что если бы я взяла более такой, естественно, натуральный оттенок, нюдовый, какой-нибудь персиковый оттенок, который у них также имеется в водовинках, я была бы чуть более счастлива, просто потому что я люблю именно вот такого типа оттенки. У меня этот оттенок Magic Hour. Пользуюсь им каждый день. Этот же оттенок, мне кажется, он будет у меня на дни, когда я буду делать, например, макияжем с акцентом на губы, допустим, помада какого-нибудь такого глубокого бордового цвета, и эти румяна. Это будет смотреться просто шикарно. Вот, не разочарована ни разу, что я купила этот оттенок, но он больше на какие-то особые случаи, когда я хочу сделать какой-то интересный макияж. Меня впечатлила пудра от Cosas, надо сказать. Это пудра, которая вообще никак не чувствуется на вашей коже. Она как шелк чувствуется при нанесении. Пудра, которая действительно преображает вашу кожу, и я заметила, что моя кожа стала выглядеть гораздо лучше, потому что она не слишком жирная, но при этом и нет такого, знаете, очевидного неестественного сияния. Вот, мне это нравится. Далее тушь от Benefit The Arrayal с магнитной какой-то силой. Мне тушь эта понравилась. Опять же, можно видеть, что тушь дает эффект как будто в накладных ресниц, и это то, что нужно, когда ты хочешь выглядеть на все сто, но не используя при этом накладные ресницы. Матовый бальзам от Nars в оттенке Unrestricted мне понравился. Мне кажется, этот цвет, он выглядит настолько натурально, что даже не скажешь, что у меня губы чем-то накрашены. Сейчас я стала приходить к тому, что я хочу использовать цвета в макияже, которые не выглядят инородно, а наоборот подчеркивают естественность на лице или естественный цвет, допустим, моих же губ. Получается, да, это все, о чем мы хотели сегодня поговорить, обо всем мы сказали. Мне кажется, это была не очень такая, знаете, большая распаковка, как делают другие ютуберы, битюберы, но мне кажется, она была интересна, потому что это те товары, которые, как мне кажется, достаточно интересны каждому. Дайте мне знать, что вам показалось наиболее интересным из-за этой распаковки и что вы захотели купить после просмотра этого видео. Мне будет очень интересно, очень интересно узнать, что вы думаете об этих товарах. И, конечно, что вас привлекло больше всего. И на этом, ребята, я буду заканчивать наше видео. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, вам понравилась наша распаковка. И да, я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней. А ваша Юля, не прощаюсь. Всем пока!